Депутаты Госдумы предложили запретить так называемые анонимайзеры. Это ресурсы, позволяющие заходить на запрещенные сайты, причем абсолютно анонимно. Вита Лахова разбиралась в сути этой инициативы. Больше никаких подпольных лайков, шеров и репостов. Депутаты Госдумы предлагают запретить сервисы, позволяющие переходить на интернет-страницы, к которым ограничен доступ. Речь о так называемых анонимайзерах. Принцип их работы прост. Пользователь со своего персонального компьютера заходит на определенный веб-сайт, вводит в поисковик на этом сайте адрес искомой страницы, анонимайзер загружает ее, обрабатывает и передает пользователю, но уже от имени своего сервера. Примерно по такой же схеме работают специальные программы типа ТОР. Разница лишь в том, что их для этого необходимо установить на компьютер. Есть некоторая статистика по ТОРу, что 2 с лишним миллиона человек в день через него заходят в интернет. Из них 145 тысяч в России – это третье уверенное место после Германии и США. 0,6% используют маскировку для того, чтобы закупать в сети, расплачиваясь электронными деньгами, некоторые не вполне разрешенные препараты. В России анонимайзеры приобрели особую популярность среди белых воротничков, когда в офисах начались тотальные запреты на социальные сети, а увлечение поиском потерянных одноклассников стало массовым. Тогда, кстати, с помощью тех же сервисов злоумышленники научились воровать у пользователей их пароли, а потом взламывать странички. Но по статистике сервисы, позволяющие анонимно посещать сайты, используют каждый десятый пользователь Рунета. Вот только эксперты уверяют, 99% людей делают это с целями далекими от законных. И нелегальное общение в соцсетях за спиной у начальника или даже скачивание пиратских копий фильмов – примеры более или менее безобидные. Анонимайзеры зачастую используют для просмотра детской порнографии, покупки оружия и наркотиков, с их же помощью совершают экономические преступления, при этом с легкостью попадая на сайты, ранее заблокированные Роскомнадзором. Технологии, которые позволяют шифровать трафик и делать его анонимным, они также позволяют обходить требования российского законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Сейчас в законодательстве действующем этот вопрос никак не регулируется. Очевидно, что если будет создана соответствующая законодательная база, мы будем искать техническое решение для того, чтобы такую блокировку осуществить. Я не могу сказать, что это вопрос простой с технической точки зрения, но тем не менее решение может быть найдено. Вот только, увы, панацею в мире еще никто не придумал. Даже в Китае, где по политическим мотивам фильтровать интернет пытаются чуть ли не с момента рождения глобальной сети, а в 1998 запустили программу «Золотой щит», призванную искать запрещенный контент по ключевым словам и блокировать доступ к сайтам из черного списка, анонимайзеры пока не победили. 100% заблокировать это действительно нельзя, но можно ограничить доступ к такого рода ресурсам путем регулярного обновления так называемого черного списка анонимайзеров и так называемых входных узлов сети ТОР. В этом случае достаточно большое количество не очень квалифицированных пользователей не смогут пользоваться такого рода ресурсами. Если пользователь квалифицированный, да, он это может сделать. Самый банальный вариант – это использование специальных VPN-сервисов, но есть и другие механизмы. Можно было бы вообще запретить любой зашифрованный трафик, но тогда забыть придется, скажем, о безопасных платежах в интернете, да и вообще о любой защищенной передаче данных. Все остальное, включая блокировку конкретных сайтов-анонимайзеров, как это обычно бывает, замки от честных людей. Ведь сервисов подобных десятки, да и создать сайт-клон запрещенного не так-то и трудно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!